всем привет продолжаю тему съедобной зелени которая растет у нас под ногами набрала такой большой пучок мокрица либо звездчатка малая она называется такая травка она цветет белыми мелкими цветочками очень сочная здесь вот она у меня пока еще цветочков нет все ее знают она растет там где тень и влажно в ней много витамина c очень много всего всяких микроэлементов которые нам нужны вот здесь уже цветочек назревает но еще нет не раскрылся мне муж пока не скосил я собираю здесь я прошу не скашивать а вокруг цветов у меня много и наросло скоро косить будет вот здесь хочу все собрать мокрица здесь что с ней можно делать здесь вот и собрала уже вот она растет вот это вот можно ее добавлять в салаты уже в готовые супы нашинковать и в горячий просто добавить можно делать из нее котлетки я на днях сделала выложу рецепты и начинка как начинка для пельменей еще можно ее насушить но лучше ее сушить в сушилке потому что она очень влажная и может испортить если если ее выложить на листе просто без сушилки она испортится скорее всего можно в общем ее высушить перемолоть на кофемолке и добавлять в еду уже в зеленые коктейли опять же вот с нее зеленые коктейли можно делать с фруктами с ягодами сейчас пока свежую конечно лучше в свежем виде ее кушать у нее конечно и лечебные свойства пьют ее отвары она при ишемической болезни сердца соком свежим промывают воспаленные глаза и при боли в суставах тоже ну кому интересно посмотрит ее применение можно посмотреть очень много и рецептов есть по мокрице я просто в общих чертах хотел обратить внимание на эту хорошую замечательную травку причем одна из немногих которые на вкус очень приятная немного кислинка есть вкусно сладко я котлеты сегодня завтра буду снять делать ты доволен ты рад мясо добавить нету мяса где взять коровку съедаете ты меня сбил в общем в общем обратите внимание на эту замечательную травку кушайте пока есть свежая заготавливайте на зиму можно заготовить я уже говорила нет вот на кофемолке перемолоть и смешать со сливочным маслом и мазать на хлеб кушать также я про крапиву снимала видео забыла сказать что крапиву тоже можно так делать то есть насушить на на кофемолке перемолоть со сливочным маслом сделать и мазать на хлеб очень хорошо крапива кстати помогает от анемии вот вместо того чтобы пить отвар можно кушать каждый день бутербродики с таким маслом все всем спасибо за просмотр всем пока